Эту передачу власти сравнивают с тем, что произошло в России, когда в 2008 году президентом стал Дмитрий Медведев, и при этом Владимир Путин сохранил свое серьезное влияние во времена президентства Медведева. Правомерно ли это сравнение? Я являюсь законно избранным президентом, главой государства, верховным главнокомандующим. Никаких противоречий, иногда, знаете, пресса любит муссировать эту тему, каких-либо противоречий между нами нет. Я не скрываю, что мы консультируемся друг с другом. Порой я прошу его совета, как человека умудренного огромным опытом государственного управления. Поэтому, в принципе, у нас нет так называемого тандема. Вот я хотела спросить вас, как раз, справите ли вы в тандеме? И он сам говорил, что здесь нет двоевластия, у нас нет тандема, есть законно избранный президент. Я хочу порецитировать то, что вы сказали в 2018 году. Нурсултан Назарбаев остается лидером нации, за ним последнее слово по вопросам внешней и внутренней политики. И это определено законом. Так сейчас и есть? Да, действительно, Нурсултан Назарбаев играет важную, если не сказать, определяющую роль по стратегическим вопросам. Какие вопросы являются? Будь это внешняя политика или внутренняя политика. Но в то же время это человек, который глубоко понимает необходимость единоличного управления государством. Господин президент, это была ваша инициатива переименовать столицу Казахстана из Астаны в Нурсултан. Более того, я прилетела в аэропорт, который назван в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Я видела на главной площади памятник Нурсултану Назарбаеву. Это один из памятников. И я знаю, что 1 декабря – это день первого президента Казахстана. Мне кажется, что это культ личности. Вы согласны с этим? Нет, не согласен. Почему? Ну, во-первых, есть личность. Знаете, когда Шолохов отвечал на вопрос, был ли культ личности, он что ответил? Он говорит, ну была же личность. Вот что касается Султана Абишевича Назарбаева, это крупная историческая личность. И в принципе, я наше интервью начал именно с этого. Как бы я предугадывал ваш вопрос. Он отец-основатель Республики Казахстан, фактически основатель казахской государственности в новых исторических условиях. Поэтому мы должны должным образом относиться к его труду, к его заслугам. Никакого перебора здесь нет. Кстати сказать, он сам порой был против дачи названий тем или иным объектов. Он был против переименования столицы в Нур-Султан. Ну, знаете, мы его не спрашивали по этому вопросу, по этой теме. Но, тем не менее, что случилось, то случилось. Это же ведь вопрос привычки. И сегодня вы как-то негативно воспринимаете, возможно, я так понял по вашему вопросу, переименование. Нет, я хочу вам возразить, извините. Пожалуйста, господин президент, я не воспринимаю это негативно. Я просто задаю вопрос, потому что действительно об этом многие говорят. Нам интересно ваше отношение к вот этому феномену, потому что в мире, в принципе, считается, что культ личности тогда обожествляет действующее лицо. Но ведь мы назвали новым именем Нур-Султан нашу столицу в тот момент, когда он заявил о сложении своих полномочий. То есть формально он не был действующим главой государства. Я, как новый президент, предложил переименовать столицу. Но наказаний за это не будет? За критику в соцсетях или за участие в каких-то протестах, за одиночные пикеты? Ну, вот сейчас за одиночные пикеты никто никого не наказывает. Более того, я вам скажу, да, действительно, были демонстрации здесь. Но обратите внимание, полиция не применяла специальных средств. По моему указанию. Если задерживали откровенных провокаторов, то это делали голыми руками. Напротив, наоборот, полиция пострадала от манифестантов. Около 10 человек полицейских были госпитализированы. Сравните с тем, что происходит в Европе. Как подавляются или разгоняются демонстрации в Европе? Я сейчас не буду называть государства. Какие страны конкретно вы имеете в виду? Я сейчас не буду называть государства. Вы живете в Европе, видите ли? Вы знаете, я живу в Европе, могу вам сказать, что, конечно... Там применяются специальные средства, там применяются водометы, там применяются дубинки. Мы все это видим по телевидению. Но в основном есть право мирового протеста. По телевидению. Получить разрешение, после чего проводить митинги. Но сейчас мы проводим работу в рамках Национального совета общественного доверия, где работаем над изменением законодательства в части проведения митингов. Мы будем переходить ближе к уведомительному порядку. Но при том понимании, что сами манифестанты, организаторы демонстрации будут нести полную ответственность за сохранение общественного порядка и за уважение прав тех людей, которые не хотят выходить на демонстрации, в том числе тех граждан, которые поддерживают правительство и власти. Раз вы заговорили про Россию, не могу не задать вам эти вопросы. Я знаю, что вы поэтапно переходите от кириллицы к латинице. И многие это интерпретируют как желание отойти, отдалиться от России. Правильна ли эта интерпретация? Абсолютно неправильная интерпретация. Нашим первым президентом, Зултаном Абишевичем Назарбаевым, было принято именно такое решение. То есть реформируется именно казахский язык. Мы же ведь не трогаем, не касаемся русского языка. Да, но сначала письменность, сейчас письменность на кириллице еще пока, а через несколько лет вы уже перейдете на латинице. Решение было такое, чтобы ввести латиницу, начиная с 2025 года. И самое главное, что было представлено три варианта латиницы на казахском языке. И три варианта, на мой взгляд, являются неудачными. И я дал поручение соответствующим ведомствам еще раз вернуться к рассмотрению латиницы, проявить научный подход, подключить научное сообщество к этому вопросу. А зачем это нужно? Мы не хотим ошибаться в этом вопросе. А зачем нужно переходить от кириллицы к латинице? Ну, считается, во всяком случае, так говорят ученые, что латиница поможет популяризировать казахский язык. Но я думаю, что даже с официальным введением латиницы, начиная с 2025 года, как об этом говорил наш первый президент, все равно как-то параллельно будут существовать и кириллицы, и латиницы. И нельзя забывать, что именно на кириллице все выдающиеся произведения классиков казахской литературе в свое время были написаны. Правительство Казахстана было напугано событиями в Украине? Я имею в виду аннексии Крыма и войны на востоке страны. Ну, во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно Крыму. Во-вторых, никакого страха, испуга, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства. Мы приветствуем иностранные инвестиции в целом. Что касается китайцев, они вложили более 20 миллиардов долларов. Китай, вы знаете, является бурно развивающейся экономикой, фактически выходит на первые позиции в мире. Китай – это наше приграничное государство, если можно так выразиться, в отношении полуторамиллиардного государства. Вы не боитесь чрезмерной экономической экспансии Китая? Все-таки вы абсолютно правы. Это мощнейшая экономическая держава. Это страна с огромным населением, которая многократно превышает население Казахстана. Есть такие опасения, что зависимость будет слишком большой Казахстана от Китая? У нас нет какой-либо зависимости. Идет взаимовыгодное сотрудничество. С точки зрения инвестиционного потенциала возможности Китая очень большие. Они понятные для нас партнеры. Но, конечно же, мы за то, чтобы диверсифицировать присутствие иностранных инвесторов на нашем рынке. И в этой связи я возлагаю очень большие надежды на свой визит в Германию. Вы сказали, что все-таки и подписали договор о вечном сотрудничестве с Китаем, что это надежный партнер. Но есть один проект, вы, наверное, о нем знаете. Легкорельсовая транспортная сеть. Это такой долгострой. Это проект с участием китайских денег. Там участвует государственный китайский банк развития. И вы раскритиковали этот проект. И даже поручили провести расследование фактов коррупции. Что вы можете сказать об этом? И даже если быть точной, вы говорили о том, что этот проект спорный, экономически необоснованный. Сам проект выглядит, во всяком случае, на ближайшую перспективу достаточно спорно, поскольку протяженность дороги около 22 километров. Слишком большое количество станций сделали. Что-то около 18. Правда, сейчас сократили до 11 станций. Объем полтора миллиарда инвестиций. Полтора миллиарда. Но надо сказать, что я сравнил подобные проекты, которые были и в других странах. Наш проект где-то в середине находится по своей стоимости. Были и подороже проекты. Именно вот такого содержания. Но, знаете, мне до сих пор он не нравится. Я поручил правительству еще раз. А китайцы об этом знают? Конечно же, они знают. Они в курсе. Более того, насколько нам известно, те люди, которые занимались этим проектом, я имею в виду с китайской стороны, со стороны китайской компании, они тоже находятся под расследованием. По-моему, уже отбывают сроки. Что касается наших обязательств перед китайской стороной, я имею в виду финансовые обязательства, то фактически мы расплатились за исключением небольшой части указанной суммы. Будем работать, думать, что делать дальше с этим проектом, поскольку, прежде всего, коль скоро мы строим такой объект, он должен служить интересам народа и не быть обременительным для бюджета, потому что нужно думать и о том, как мы будем содержать этот проект. Вы говорили, это известно, конечно, из географии, о том, что есть общая граница между Казахстаном и Китаем, есть республика Синьцзянь, и там правозащитники сообщают о том… Синьцзянь – это не республика, это автономный район. Суар. Извините, это была оговорка. Это провинция китайская, она называется Суар сокращенно, и сообщается, многие СМИ об этом писали, что там существует лагеря политического перевоспитания, потому что в этой провинции живут люди, исповедующие ислам, уйгуры и казахи, и по сообщениям правозащитников, в этих лагерях политического перевоспитания, конечно же, китайское руководство не признает, что это так, они говорят, что это просто школа профессионального образования. Содержатся казахи, да? Есть ли переговоры по этому вопросу с китайским руководством? Во-первых, в Синьцзяне проживают граждане Китайской Народной Республики. Совершенно верно. Я говорю, что этнические казахи. Ну, этнические казахи проживают во многих странах до сих пор. И в Узбекистане, и в России они являются гражданами соответствующих стран, государств. Кстати говоря, и в Германии, возможно, казахи проживают, которые взяли германские паспорта. Что касается сообщений правозащитных организаций в отношении лиц казахской национальности, которые якобы содержатся в этих лагерях перевоспитания, или концентрационных лагерях, дайте мне сказать, пожалуйста, концентрационных, как они утверждают, лагерях, эти факты требуют проверки. Недавно здесь проходил форум этнических казахов, приехавших из самых разных стран. Перед ними выступил один из руководителей Министерства иностранных дел и дал разъяснение по этому поводу. Многие сообщения, которые предоставляются международными правозащитными организациями, не соответствуют действительности, во всяком случае, в отношении этнических казахов. Идет какое-то намеренное нагнетание вокруг этой проблемы. Мы понимаем, что это часть геополитики, поскольку Китай и Соединенные Штаты Америки столкнулись друг с другом в торговой войне. Как и закончатся переговоры, будут ли сняты санкции, в частности, против Китая, покажет время. Но Казахстан не должен стать территорией так называемого глобального антикитайского фронта. Вы понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, но у меня конкретный вопрос. Все-таки вы верите в те сообщения, которые поступают, и было опубликовано огромное количество материалов, собственно, журналисты даже допускали в эти лагеря? Я думаю, в целом, эти материалы, как я вам уже сказал, не соответствуют действительности. Возможно, какие-то единичные случаи попадания лиц казахской национальности в эти школы по перевоспитанию и так далее имеются. Возможно. Но в целом, как тенденция, как преподносят некоторые международные институты или организации, что чуть ли не всех казахов загоняют в эти лагеря, конечно же, эти сообщения не соответствуют действительности. Кстати, когда я был в Китае и выступал в Академии общественных наук, я видел в зале этнических казахов, потому что я выступал на казахском языке, и я обратил внимание на то, что им не нужны наушники для того, чтобы выслушать перевод. И их было значительное количество. Затем я поинтересовался, кто эти люди. Мне сказали, что они работают в научных учреждениях, в государственных учреждениях. Да, действительно, это люди казахской национальности, но они граждане Китайской Народной Республики. Поэтому вмешиваться во внутренние дела Китая у нас нет никакого права. Тем более, существуют международные соглашения с Китаем, где четко оговариваются, что Китай не вмешивается во внутренние дела Казахстана, Казахстан, естественно, не вмешивается во внутренние дела Китая. Как вы считаете, для успешного развития вашей страны, которой вы руководите, нужна ли, я имею в виду экономического развития, нужна ли либерализация политической системы? И как она должна проходить, по вашему пониманию? Вы знаете, Казахстан, и это не для красного словца было сказано, Казахстан, в принципе, является демократическим государством. Законы у нас демократические по своему содержанию. Очень много фактов говорят о том, что Казахстан, во всяком случае, с другими государствами, сейчас не спрашивайте, какими и так далее, с другими государствами является демократической страной. Но нет предела совершенства. Поэтому я в своей программе и в своем послании, с которым выступал 2 сентября, говорил о том, что мы будем продолжать политическую модернизацию нашего общества. Без политических реформ невозможно ожидать дальнейшее развитие экономики. Так не бывает. В конце концов, нужно почитать Маркса, который говорил об экономической надстройке, вернее, об экономическом базисе и политической надстройке, и взаимозависимости базиса и надстройки. В каких направлениях вы будете реформировать или модернизировать политическую систему? Я уже это делаю. Ну, появится большое количество независимых СМИ, появится реальная политическая конкуренция. В каких направлениях вы будете развивать систему? Ну, во-первых, сама партия, правящая партия, она, председателем, кстати говоря, правящей партии Нур-Отан является наш первый президент Ельбасе. Она вводит практику так называемых primaries, дискуссий внутри партии. То есть партия становится местом для дискуссии. Так называемой политической парадигмы или политического императива уже в партии не будет. Это место для дискуссии относительно путей развития нашей страны. Господин президент, когда говорят о Казахстане, говорят о клановой системе управления. Насколько это так? И если да, то как это работает? Как работает эта система кланов? Первый раз слышу, что это такое клановая система управления. У нас нет кланов. Что существуют жузы, старшие, средние, младшие. И что есть это, во-первых. А во-вторых, есть какая-то семейственность в управлении государством. Насколько это обосновано? Что касается семейственности, то ведь Казахстан... Клановость и семейственность — это близкие понятия в данном случае. Семейственность, она существует в целом ряде стран. Совещание в Белом доме проводит Дональд Трамп, а сзади вы увидите его зятя Кушнера. Но я же не говорю, что это хорошо. Я спрашиваю, как это работает в Казахстане. Хорошо работает. Но я еще раз подчеркиваю, что клановости у нас нет. Вы упомянули жузы. Это историческое наследие. Так развивалась казахская нация. Какого-либо разделения на жузы при распределении власти я не вижу. Такого нет. Казахстан — современное государство. И, кстати, будет становиться все более современным. Поскольку наша молодежь уезжает учиться на Запад. И по программе «Булашак» — это государственная программа. «Булашак» — это означает будущее. Действительно, эта молодежь рассматривается нами как будущее Казахстана. И в частном порядке. Сейчас ведь можно спокойно получить грант. Или, вернее, выкупить стипендию и поехать учиться в любом вузе. При том понимании, что какой-то конкурс нужно пройти. И люди уезжают, молодежь. И мы не чиним никаких препятствий. Более того, я считаю, что, получив хорошее образование, устроившись на работу где-то на Западе, мы не теряем этого человека. Все равно в душе, в сердце он будет оставаться казахом. И все равно он будет стремиться попасть на свою историческую родину и внести свой вклад в развитие экономики и в процветание страны. Мы хотим воспитать целое поколение высокообразованных молодых людей, современных молодых людей. Вот они поведут за собой Казахстан в будущее. Мы ведь не вечно будем сидеть у власти. Я предлагаю на этом завершить наше интервью. Спасибо, господин президент. Спасибо.